В предыдущей презентации я рассказывал, что у нас несколько есть брендов. Один бренд у нас с торговой маркой Elysium, и с основным образом мы сейчас с вами поговорим, почему у нас возникла необходимость и потребность создать эти две торговые марки. Elysium – это наша ярко-марковая марка, по которой мы, скажем так, рождались, как обоих компаний, которые мы проведали, но развиваясь и вырастая в компании федерального масштаба, мы столкнулись с определенными проблемами с позиционированием рынка. В чем он заключался? От брендов Elysium вписывалась любая продукция нашего завода. Эта продукция построилась в различные каналы сбыток, как федеральные сети, так и через автороканы сбыток и в специализированном рынке. Это привело к тому, что возникла некая мешанина в пересечении ассортимента. Что происходило? Федеральные сети, известные своим активным масс-маркетингом, привлекали людей и давали цену ниже на тот продукт, который проиграл специализированную розницу. Таким образом получалась такая ценовая конкуренция, в которой выигрывал вроде как потребитель, но проигрывала специализированную розницу. Что вы сделали в прошлом году? Мы разделили товарную матрицу за две группы. Одна товарная группа так и осталась по бренду Elysium. В этом бренде объединены все ценовые сегменты, которые мы допускаем, но без каких-либо ограничений. То есть по бренду Elysium товар будет поставляться в федеральную сеть, как в федеральную сеть, так и через законную розницу специализированную розницу. А товар, который выпускается под торговой маркой Sonnet, мы в федеральной сети искусственно не даем. Это ограничение позволяет специализированной рознице иметь определенное конкурентное преимущество с не пересекающим с ассортиментом с федеральной сети. И под торговой маркой Sonnet, тоже сейчас вам сказать, никоим образом никогда не должны попасть ни в левом обе, ни в карам, ни в левом обе. Это дает возможность, по крайней мере, различаться ассортиментом, но этого не всегда достаточно для того, чтобы эти люди перевести здесь. Поэтому, помимо наполнения товарного ассортимента Sonnet, Sonnet на джуховиде. Это про историю. Таким образом мы сделали наш институт по Sonnet. Помимо своего прошлого, Sonnet мы увидели вот таким мини-катологом, который мы не слышали, даже как то и так. Катологом фунды, жесткой обложкой, первым каталогом мы взяли на Москве в 2017. Если в Элизиуме никакого рекламного бюджета нет, никакого объявления, то Сонnet это нет. Мы обеспечиваем Сонnet в вашем уровне, проводим пробу акций и работаем с системой визуализации, которая отсылает на галерею наш сайт, где можно посмотреть, каким образом данный дизайн вписываться в определенный интернет. В Элизиуме этого нет. В Sonnet это есть. По сути, пока это все отличия, которые существуют. Sonnet – специально созданная торговая марка для вас, для специализированного бизнеса, который позволяет прокомпулировать в федеральную систему. А вот промо-акция. Ну, здесь как вариант… Смотрите по данному практику, как часто она улает у вас вообще? Как реализуется? И как реализуется? Значит, подобные акции мы запускаем, как правило, не с конечным нашим потребителем, а с нашими дилерами, которые являются поддержателем акций. В данном случае без антон. Происходит это после согласования сторон, при желании продумать определенную коллекцию. Чаще всего на данный момент это проходит индивидуально, в индивидуальном согласовании. Я не скажу, что мы делаем это в какие-то там сроки регулярно или нерегулярно, но, понятное дело, что, допустим, в пик спроса в сезон, потребность в таких акциях меньше, потому что люди и так идут. А вот в межсезонье мы очень активно предлагаем акциях участвовать при выходе новой коллекции или, наоборот, мы видим, что коллекция хорошо продавалась, да, и у нее какие-то возникли с новостями. Здесь мы это делаем очень активно, в первую очередь, мы сейчас понимаем ход портовиков, которые нам сигнализируют, что необходимость в ситуации. Мы это делаем. То есть инициатором кто? Может быть менеджер, да, кто работает? Может быть и розница. То есть есть такие розничные магазины, которые 7, 8, 10 розничных клиентов, которые говорят, что хотелось бы продвинуть в виде удачного дизайна. Мы здесь едем. С Ализио мы на это не ведем ее. Учеркиваю разницу. А если товар именно под занятом, мы не знаем, что нам окажется в сетях, и люди могут перетянуть, скажем так, поток людей сетей на себя, данные, внутренние. Потому что у сетей у них свои какие-то преимущества, с ними работать, в этом ходе очень сложно, и ценовое звание такое не всегда прогнозируемое. Это может… Ну, в конечном итоге, кто-то наводится, он может поставщик поезд в виде. Что такого не было, мы говорим, что мы здесь готовы помогать, готовы как-то участвовать в повлечении. А когда определяете, за какую коллекцию отправить в виде? Ну, есть определенные критерии, которые мне руководствуют с отделом маркетинга. В первую очередь, сбалансируемость в портфеле. Раз. Второе. В сонет отдаются более сложные исполнения, более изысканные дизайны, на которые… Т.е. вот, условно говоря, техника вальс, да, она достаточно проста и понятна. В этой технике 99% амортимент, вот это по-другому. Если говорить, допустим, о кухне, если кухне, мы увидим, что сложная восточную, да, которая будет в сонет, то есть она более простая, она будет в релизиуме. Более массовые. Более массовые вещи, да. Совершенно верно. В релизиум, он собирает в себя все сегменты, которые присутствуют. В сонет мы стараемся, в сонет мы потеряем, стараемся дать более сложную, комбинированную печать, регистровая горячая тисневная, это все будет в сонет. Мы, конечно, не забываем про релизиум. Словно говоря, премьер – это релизиум. Вот это вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова